В Беларуси усилили профилактические меры против коронавируса. Теперь использовать защитные маски обязательно в магазинах и торговых центрах, транспорте, при посещении театров, кино и объектов сферы услуг. Пока упор на индивидуальную ответственность подчеркнули в Минздраве, но контролирует соблюдение требований и санитарно-эпидемиологическая служба, а также милиция. В Беларуси завершен сеп азимых зерновых. Работы проведены на полутора тысячи гектаров. Зерновые и зернобобовые культуры убраны с более двух миллионов. Итог – 6,7 миллионов тонн урожая. Лидирует Минская область, за ней – Брестская. В Могилевской намолочено 882 тысячи тонн. Неделя матери стартовала в Беларуси. Торжественные приемы пройдут в Минске и регионах. Появятся памятные аллеи. Особые слова благодарности прозвучат в адрес женщин, которые служат в силовых органах. Не забудут и тех, кто воспитывает приемных и детей инвалидов. Для них проведут благотворительные акции. А во всех храмах страны прозвучит молебен за здравие. По традиции, одно из ключевых событий – награждение Орденом Матери. На Минском автомобильном заводе будут плотнее сотрудничать с учреждениями образования для подготовки квалифицированных рабочих, а также трудоустройства учащихся и молодых специалистов. Условия, ориентированные на привлечение студентов. В частности, есть возможность совмещать трудовую деятельность с написанием дипломного проекта. Завтра прогнозируют до 14 градусов тепла. Облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер южный, умеренный. Минимальная температура – плюс один, плюс шесть. В отдельных районах по восточной половине страны заморозки от нуля до минус четырех. Продолжение следует...